Погибших во время Великой Отечественной войны бойцов поисковики Карелии ищут круглый год. Посвящают этому все свободное время. Останки Митрофана Цветкова обнаружили в сентябре, недалеко от города Медвежегорск. В 1941 году там велись ожесточенные бои с финнами. Красноармейцы защищали рядом расположенный Беломоро-Балтийский канал и крупный железнодорожный узел. Было обнаружено место боестолкновения в лесу, в полутора километров от населенного пункта Кумса. В стрелковой ячейке был обнаружен сигнал ментаискателя, боец, у которого при себе оказался солдатский медальон. В медальоне была уцелевшая записка бумажная, по которой была установлена личность бойца. Рядом с Митрофаном Цветковым обнаружили останки еще трех солдат, но их опознать не удалось. Сам Митрофан Цветков умер от ранения в голову. Об этом свидетельствуют поврежденные останки и пробоина в каске. При нем были личные вещи. Записная книжка. Она вот как сложенная, спрессованная осталась. Пуговица. Видно так ее. Карандаш. Хрупкий очень. Карандаш. И зеркало. Был у Митрофана и дорогой сердцу оберег, как предполагают подарок, оставшийся в тылу супруги. Жена Фаина Андреевна ушла, так и не узнав, где он захоронен. В эпоху интернета карельские поисковики нашли родственников за два дня. К сожалению, у Цветковых не сохранилось ни одной фотографии прадеда. Это было для нас полной неожиданностью, настоящим чудом. Митрофан Васильевич ушел на фронт в самые первые дни начала войны. 27 июня 1941 года. Мы знаем только, что у него были очень красивые кудрявые волосы, светлые. Это по всей мужской линии Цветковых передается. Сам Митрофан Цветков родом из Новгородской области. В 1939 году переехал в Вичугу. Там познакомился с женой. У них родился сын Юрий Митрофанович. Семья перебралась в Иваново. Митрофана призвали на фронт в 28 лет. Малышу было всего два года. Вернулся к родственникам боец спустя 82 года.